Вопросы улучшения демографических показателей на территории района обсудили на 8-й сессии Совета. Растет ли численность населения и какие меры предпринимаются по выравниванию ситуации, смотрите в следующем материале выпуска. На повестке дня 8-й сессии районного совета депутатами было рассмотрено 16 вопросов. Среди основных – отчет о работе администрации по улучшению демографических показателей. С докладом по этой теме выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Согласно проведенному анализу, за последние три года в районе наблюдается небольшой прирост населения. В 2018 году на территории муниципалитета проживало 132 тысяч человек, сейчас – 134 тысячи. Увеличение происходит в основном за счет миграции, но вместе с тем большую беспокойность вызывает естественная убыль населения, то есть разница между количеством родившихся и умерших. За три года этот показатель вырос практически вдвое. В 2020 году количество умерших в районе у нас увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичной цифрой физической величины 2019 года. Так, в 2020 году у нас умерло 1928 человек, а в 2019 – 1639. 85% всех умерших – это лица из числа жителей старше трудоспособного возраста. Во многом увеличению смертности поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции, а также осложнение после перенесенного заболевания. Кроме этого, в структуре основных причин смертности населения района уже несколько лет на первом месте стоят болезни системы кровообращения и нервной системы. Для снижения смертности от болезни системы кровообращения в этом году у нас планируется реорганизация нашего межрайонного первичного социалистого центра в межрайонный региональный социалистый центр. Что это означает? Это означает, что мы сможем выполнять высокотехнологичную медицинскую помощь, то есть операции здесь на базе нашей ЦРБ. Теперь мы сможем проводить коронарографию, то есть метод диагностики сосудов сердца и стентирование коронарных артерий. То есть все эти методы лечения ишемической болезни сердца, они будут выполняться у нас на базе лечебно-профилактических учреждений нашего района. Также с целью ранней диагностики заболеваний с этого года возобновлена диспансеризация и профилактические осмотры. Для увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья», в рамках которой проводятся спортивные мероприятия, охватывающие людей разного возраста. Также в районе реализуются три проекта на пропаганду здорового образа жизни. Все эти меры должны принести положительный результат и выровнять демографическую ситуацию в районе. Заслушав доклад, Совет депутатов решил работу администрации по решению демографической проблемы признать удовлетворительной. Рекомендовал сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке комплексного плана мероприятий дорожной карты, направленных на стабилизацию демографической ситуации. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Евгений Калинин, программа «С zasadez». демографический стабилизациюCHFPSППППППППППППППППППППППHY도. Георгий иuten его перебывать к система терп dest内 Forestara если устранить,